итак мы где мы на сельских равнинах первая локация после крепости начинаем осмотр пугра и пугра так вас много опять она все-таки это гадость использовала заражение личинками хромота неприятно но не так неприятно как паралич давайте-ка достанем что-нибудь потяжелее так ну вот и теперь можно и с теми троллями пообщаться я бы конечно предпочел не со всеми сразу если можно так ну у них бросок по воле слабый парализуя Дружимся. В общем, делаем все, ради чего я брал сайферов. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. Возможно, я заменил. Так что, для кого? И ничего. Ой-ой-ой, киски. О львах нам не известно ничего. Конечно. Нет проблем. Конечно. Ого. У вас несколько больше, чем я ожидал увидеть. Крупный лев. 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 Львица. Лев. 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 что у нас получилось у кого-нибудь уже не особенно да тогда сюда слепилку а нет получилось правда очень ненадолго а параллеса Паралич нормально. Так, ну давайте тогда парализовать. Парал, у тебя отжать всё-таки. Работало. И ещё раз. Мимо. Блин, половину здоровья потерял. Силент окружает меня. Что-то у нас когда чудо-топорик. Ну, нормально. Тем более, что у меня-то совсем обычный. Слушай, а может тебе всё-таки топорик дать? Будешь побольше жить. Бонус отклонению там все дела. Блин, почему тебе этот перк? Зачем? Саблестилет дубина. Мушки тон. Почему он? Можно было что-то намного более полезное дать. Так, теперь можем пройти на мост. Камни, грубо, высечены волны. Они тянутся к возлюбленной луне. Что? Ондр как скрученные пальцы. Да, я ещё даже половину карты не прошёл. А у меня уже танк и жрец наполовину просели. До свидания. Как-то это не очень радостно. О, люди, человеки. Припасы для костра. Это хорошо. Ну ладно. Вы видите группу фигур в плащах, собравшихся в огня. С ними сидит женщина. Намного моложе и меньше. Они обсуждают путешествия и строят планы. Решая, какая дорога быстрее приведёт их к цели. Шорох привлекает внимание нескольких членов группы. Они встают и смотрят над огнём, выглядывая с темноту. Огромная тёмная фигура входит в лагерь. Тьма постепенно рассеивается, открывая её. Многие члены группы встают, хватаясь за оружие. Другие тихо взывают к своему богу, подготавливая боевые заклинания. Девушка оглядывается в смущении, когда мужчина, сидящий рядом с ней, встает и протягивает руки. Он напрягает остальных в том, что они недостаточно гостеприимны с незнакомцем. Человек подходит к огру, протянув руку и говорит слава приветствия на его родном языке. В мгновение огур смотрит на мужчину. Затем с быстрой, казалось бы, несвойственной существу такого размера, он замахивает своей дубинкой. Она впечатывается в голову человека с влажным трескающимся звуком. Женщина справа от девушки кричит и бросается к мужчине, преодолев половину расстояния, пока он только падает на землю. В ответ на крики людей у костра и стеноты доносят страшные леденящие кровь крики. И с сьмы появляются другие фигуры. Какая страшная история перед сном. Время увидеть и не увидеть. Время увидеть и не увидеть. Между двумя наклонными балками приютилась гнездо воробья. Ценная информация. Так. Палящие водопады. Еще одна локация. Так. А я уже думал, где тут все. Там, видимо, очередная пачка этих ведьм. У меня так мало здоровья. Так что к той группе мы пойдем чуть позже. Ух. 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 Вижу тело. Снова скрытие. И снова мимо. Что ж такое? Да лол, опять мимо. Ладно, есть еще по одной попытке. У тебя. И у тебя. Отлично. Я вижу снег. Ничего ценного. Как-то подозрительно не видно ни одной нычки. Ни одного секрета. Прям скрытней. За каждым углом скрытень. Важная машина. Важная машина. ну вообще я не сильно против за них еще поддают пока бестиарий заполняется так что нормально да и по одному они такая легкая добыча и куда себе побежали 8 секунд так но очень похоже на то что осталась только та группа травка перед походом вероятно стоит разбить костер положу что ты рейнджер своим питомцем с тобой я поговорю чуть позже буквально самая малость частью тут этих видим так ну чтож дыхаем значит сохраняемся так видимо то друг друга не бросают насколько я помню все вряд ли получится разделить на халяву хотя бы одно отжать пока там остальные раздупляются уже будет весьма недурно так паралич не прокнуло нормально одно отжали правда она ска 100 процентов по 20 здоровья сняла моим сайфером и жрецу жреца особенно обидно ведь у нее там солидно так так повтори ка так повтори ка и блин их серьезно их слишком много мне кажется наверняка мне даже не кажется все пора мы принимаем бой кричали они что мне известно что не бросок по воле не самый лучший до хорошая новость вообще так тебя получилось причем неплохо так получилось эй что это за нафиг почему их сразу же отпустила так восемь секунд три с половиной вот тебя убиваем из всех орудий задание провалено долгая охота у меня есть предположение что они завалили того рейнджера которые могут быть моим потенциальным союзником да да но ее мое нет только все более-менее а ладно давайте попробуем спасти его какой черт она там вообще стоит я не думаю что она мне вообще пригодится что я буду ее использовать но он пробуем снизу значит про вам снизу значит так парламентер и ино Приведи меня этих ведьм. Так, на нее паралич. На нее паралич. Разворачивайся. Ты тоже в бой. Так как это наша последняя битва, здесь, я так предполагаю, нужно гулять на все. Взбивание с ног на 15 секунд. Да, я бы хотел попробовать. Блин, 15 секунд реально. Так, все, бей лежачего. Не могу ничем снять. Личина. Куда ты побежал? Что они нас обходят, а да, не есть хорошо. Так, все, бей. Жрец, давай еще какую нибудь гадасить. Ты как здесь оказалась? Так давно хотел... А, сосредоточенности нет. Друзей позвал. Позвала. Так. Проверить. Отлично. 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 Все же, было бы хорошо, если бы к важным заданиям давались более ясные указания. Насмотреть на лежащую в грязи, на дровую статуэтку. Как с этим связана эта статуэтка? На ее маленькой плоской ладони стоит статуэтка. Она вырезана в форме медведя, гладкая и круглая. Отполированная поверхность адры на выгнутой спине и овальных бедрах зверя протерта до матового состояния. Изнутри исходит слабое освещение. Мило, правда? Это принадлежало персаку. Прежде чем вернуться в колесо, он оставил частицы своей души в ней. То, что поможет его найти. Она протягивает ее вам, и вы чувствуете сгустки ощущений. Не совсем воспоминаний, но каких-то следов. Когда я покидала Наситак, она была полностью темной внутри. Но чем ближе я подбираюсь к персаку, тем ярче она светилась. Когда я дошла до Дируда, ее стало сложно понять. Иногда она мигает, а затем темнеет. А иногда светит хорошо и ярко. Несколько часов. Но почти все время она выглядит так, как сейчас. Могу на нее взглянуть. Я это уже слышала. Я стараюсь именно потому, что какой-то так называемый хранитель из Долины Распути рассказал мне, что может взглянуть за несколько золотых дюков, конечно. Я выходила из болота Бейл, когда услышала разговор о странствующем тайновидце, который якобы мог видеть души, а пожимая от плечами. Я знала, что это был слабый шанс, но что мне было терять? Я нашла этого мужика и дала ему одровую статуэтку. Он устроил целое действие, стонал и закатывал глаза. Когда я дала ему пять золотых дюков, чтобы он заглянул за завесу, он указал мне искать перекресток в поле между логовом скалющегося волка и двойными деревьями. Он думал, что говорит загадочно, но я достаточно хорошо знала местность, чтобы понять, что это здесь, прямо между бухтой непокорности и вязовыми близнецами. Я была разочарована, но монеты я уже потратила. А еще оставила стрелу его к котонке в качестве дружественного предупреждения. Сказала, что вернусь и оставлю еще одну, если окажется, что он зря меня заставил бегать туда-сюда. Уже прошла неделя. Наверное, все-таки он сейчас смеется последним. Можно взглянуть еще раз? Она смотрит на медведя из адра, а затем обратно на вас прищурит в глаза. Зачем? Потому что я могу? Думаешь, я в это поверю? После той истории, которая только что тебе рассказала? Ну, я сама серьезность. Хорошо. Но если вы пробуешь убежать, помнишь, что мои стрелы быстрее. Она продягивает вам фигурку, задевая вашу руку своим заскорузлыми костяшками. Настороженно, но с любопытством она наблюдает, как вы изучаете статуэтку. Поднимаете медведей из адры, поворачивая ее к свету. Когда на глаза вам попадается крошечная блестящая царапина, пейзаж вокруг растворяется. Вы стоите на утесе над водой, смотря чужими глазами. Вы чувствуете мускусный запах животных среди свежего запаха растительности. И ваше сердце начинает биться быстрее. Здесь вам нужно смотреть под ноги. Вы смотрите вниз достаточно долго, чтобы рассмотреть острые бледные утесы, которые входят в воду на расстоянии сотен футов под вами. Изучить дороги. Глубокие колеи покрывают плутно утрамбованную грязь. До следы большого количества тяжелонагруженных повозок, где-то поблизости из города. Я вижу утесы, нависающие над водой. Звучит знакомо. В ответ на ваши вопросы получаете только пожимание плечами и молчание. Понюхать бриз. Глубоко вдыхая, вы чувствуете соль в воздухе. Где бы вы ни стояли, где бы ни стоял персак, это должно быть возле океана, не озеро. Я видел, он стоит на утесе. О чем ты говоришь? Что только что произошло? Я же тебе сказал, что я все вижу. Она несколько раз моргает, обдумывая слова. Если бы ты видела, как он пялится на мертвых, то ты бы знала, что он говорит серьезно. Ты понимаешь, что мне тебе нечем отплатить. Даже если я тебе поверю. Идем со мной. Ладно, здесь больше воевать все равно ни с кем не будут. Давайте хоть посмотрим, что она из себя представляет. Рейнджер, значит. Рейнджер с меткой. Один раз за бой. На одного врага метку кинуть. Как-то несерьезно. Кинжалы и топорчики хорошие. Это мы экспорпорируем. Пожалуй. Колющий ледяной разъедающий. Он мне, пожалуй, не нужен все же. Пятнадцать силы, двенадцать телосложения. Зачем? Пятнадцать ловкости. Тринадцать восприятия. Тринадцать инты. Решительность. Зачем? Питомец засчитает. Атак. Заворожение. Дезориентация. Бессмысленно. Инстинкты охотника. Точность против чудовищ. Точность против древних. Тоже какая-то прохлада. Скрытность четыре. Выживание девять. Ну, тут хоть что-то вменяемое, но без атлетики. Инстинкты охотника. В кону по мечная добыча. Петля ловчего. Ну, хотя бы несколько. Немного осмысленная способность. Плюс десять. При атаке вместе со спутником. Любимое оружие. Топорик, копье, посох, охотничий лук. Без оружия. Верный питомец. Но она бесполезна. На мой взгляд. Не так я себе представляю рейнджера. Совсем не так. Так, ну что ж. Здесь мы закончили. Можно сходить отдохнуть. А можно пообщаться с Эдером. Он давно что-то хочет мне сказать. Этот старый хранитель. Он качает головой и издает сухой смешок. Не знаю, что я ожидал, но точно не этого. Хотел у него что-то спросить. Нет, это, ну... Мне теперь немного стыдно. У меня просто появилась глупая идея. Не знаю, почему я думаю, что это сработает. Забавно. Наверное, это первое, что меня обнадежило за, не знаю, годы. Ну, хоть что-то. Что-то было. Вздыхает. Ладно, ты меня привел к нему. Так что это будет справедливо. Те слухи в позолоченной долине о моем брате, Водене. О том, что он обратился против нас и сорвался за Вайдвена. Я об этом думаю в последнее время. Воден, он всегда знал, как правильно поступить. Так и делал. Однажды он отправился сражаться за Дирвуд против того, кто объявил себя нашим богом. Поэтому я знал, что мне нужно сделать так же. Это было правильно. Слышав слухи, что он умер, сражаясь за РЦ Рас, я стал беспокоиться. Не о том, что он выбрал не ту сторону, а о том, что не ту сторону выбрал я. Оказалось неправильно, что Вайдвен собирался сделать. Но если он действительно был Эатасан, отвечая на голову, я думал, может этот старый хранитель знает, как умер мой брат, чтобы я мог узнать, правда ли это. Будь-то, не знаю, он смог прочитать это в моей душе или что такое, использовать нашу связь. Я уже сказал, что это было глупо. Почему ты не попросил помощи у меня? Наверное, потому что я тебя не знал. Сложно поверить незнакомцу, который говорит, что он хранитель. Конечно, глубоко в душе я знал, правда. Хранитель не медиум. Наверное, у меня просто была эта мысль, из-за которой я себя чувствовал определенным образом. Я не хотел терять этого чувства. Вообще, если бы я захотел узнать о брате, я бы не к хранителям обратился, а к архивам. Будь готов к тому, что с записи может и не быть. Хуже уже не будет, правда? Если об этом что-то записано, то оно есть в бухте непокорности. Во дворце есть архив. Ты и так много для меня сделал. А если бы ты посетил этот архив со мной, ну, ты понял. С моей удачей, Клэр, в архивах сойдет с ума и я попробую от меня убить. Я буду чувствовать себя более уверенно, если ты будешь там со мной. Но, друг, я уверен на 90%, что мы там будем... Что мы там будем вместе. Так. Даже не знаю. Тут столько вариантов, столько вариантов, куда отправиться. Ладно, я пока подумаю. До новых встреч.